доброе утречко всем ребята мы собираемся в поездку нам нужно съездить за абрикосами степан вам говорит тоже доброе утро то люди спрашивают где степан где пропал вот он сидит пришел с нами на завтрак мы раненько встали время 5 утра но надо съездить пока не так солнце печет запасать абрикосы надо я так думаю мы будем сушить но это дело будет потом доброго ранку всем доброго здоровичка и приятного аппетита кто завтракает обычный завтрак беглый беглый два бутерброда я вчера закрывала икру ребята приеду покажу сколько баночек получилось покушаем пирог с смородиной с медком закусим на мед дружане наш прислал статья огромное спасибо мед это обалденный я так думаю что это акациевый дарил акации грозья душистые душистые дуже душистый дуже вкусный вообще прямо ох медок такой он светлый видите но очень-очень вкусный сегодня буду я добрый день день баба на стрижечный папа я уже рассказывал папа мене добрый человек будет так и ну если ее ну не заводить ну там не расстраивать не дротувать не дротувать а я так сказала да ну и дуже добрый дуже деликатный ну а если я там десь бывало ну достал что здесь да именно это и он витко пострижу вот это было наказание сегодня я тебя пострижу тоди ж ходили тоди ж были бетли модно ну еще и музыкант конечно музыкант без волос в то время это было я до 7 класса я не знаю что мой волос крут ну таки величие а то каникулы были бы тоди ж я рассказывал школу идешь директор стоит так перукарню перукарню дресс-код да и до 7 класса а потом литом я тянула мама говорит дивись батько дивись а ведь я цей кучерявый а то ж так и стрели тут на голову а тут таки бобрик бобрик копчанчик так все ребяточки спешим спешим приедем будем работать с вами да сегодня я тебя пострижу степанка лёг что-то вообще никакой прийму постриж стёпа тебя надо уговаривать на завтрак или что лежи спокойно дочка дочка сынка они у меня ребятки да он сынка все уезжаем так ребятки сегодня вот такой вот урожайный удачный рабочий день никогда даже включить камеру вы не поверите сколько мы сегодня переделали свете работы работа которая зимой скажет ой как здорово что это есть в сушилку положили 5 витя это все витя с абрикосками только витя молодец умничка спасибо ему за помощь я здесь на кухне он там в зале себе лузает складывает тут у нас пять таких получается поддонов решеточек и менять их местами и два-три дня и они будут сухими это у нас из сухофруктов будущих здесь только что законсервировала уже в сиропом залила черешенка это желтая черешня зимой ее будем открывать и деток угощать и сами кушать есть чем угостить это это одна из партий а получается две две партии мы унесли уже в закрома не сегодня позавчера вот купили еще такой желтенькая у меня же говорю есть сотрудник такой слава богу что есть такие люди кто предлагает вам не надо да нам надо мы раз купили закрыли и мы уже с черешенкой так это будет у нас повидло повидло но необычное повидло я делаю его значит таким образом чтобы вот эти вот все половиночки дольки абрикос были как больше такими знаете целенькими я люблю когда они целые поэтому я что сейчас делаю я их сейчас обильно засыплю сахаром все на глаз скажем так по нашему желанию не люблю сильно приторная поэтому по возможности засыплю до завтра сок будет на дне этой мисочки сок который абрикоски отдадут за счет того что сахар будет вытягивать я аккуратно солью этот сироп вскипячу его и кипящим кипящим залью эту ягоду и так раза два три ну посмотрю по его как она будет выделяться этот сок это будет у нас варенье абрикосовая косточку витя тоже не выкидывает она очень полезная попробовал это не горько это получается не дичка колерованная абрикоска хорошо их зимой кушать за место орешков потому что там очень много много хороших витаминов препаратов и короче как препаратов таких веществ которые нам идут в общем она и для крови и для сердечной мышцы и подавлению но в общем-то очень хорошая вещь вещь почитайте загуглите чем прекрасно косточка абрикосы именно колерованной очень полезно советую поэтому мы храним сушим а зимой будем перебивать долгими зимними вечерами и грызть а это вчерашняя моя заготовочка это юлины кабачки которые нам дочка дала это значит кабачки получились такое рагу которое я вам говорила помните вчера вот такого она показать поближе вот такого она значит выгляду короче вот так выглядит кусочками красивая рагу вкусная очень такое прямо вкуснякинка но это кабачковая икра по юлиному способу я ее в принципе как-то раз закрывала но у меня был рецепт с майонезом мне он не понравился к майонезу мы относимся сами знаете не очень скажем ну положительно поэтому я не стала больше делать а это посмотрела у юли так хорошо и я достала свой погружной блендер и то же самое сделала как юля пу-ту-ту прелесть попробовали вкусная обалденная прям как ну как в магазине только мы знаем из чего оно изготовлено то есть вот здесь вот синенькие слышите я говорю синенькие потому что здесь соусный кабачок и такое впечатление что создается вид что это синенькие но это кабачки просто соусное здесь есть вот соусные кабачки именно зелененькие красиво там они кусочками банок там не знаю сколько не считала и вот это вот и корочка все сейчас отдыхаем потом готовимся к ужину ну и наверное на этом а еще и компот варится уже вторая кастрюлька компота а это марину это квасятся кабачки как огурчики мало солятся короче видите уже мутный какой рассол вот я думаю завтра послезавтра они будут готовы и будем хрустеть вместо огурчиков огурцы подешевели уже по 19 гривен если еще буквально дня два три были 35-40 то сегодня 20 19 и огуречек такой пахучий видно что он уже с грядки вкусный будем выжидать время чуть-чуть бы еще подешевел и тоже будем закрывать огурчики ребятки сегодня такая была вчера вечером короче сижу и думаю так надо подвязать вот эту веточку потому что она сломается и что вы думаете утром встала она бедная висит я бегом бегом взяла вот такую вот у меня от орхидеи осталась такая не знаю подставочка что ли подтянула эту ветку и поставила этот цветок кстати возродился буквально из листочка он у меня пропал совершенно пропал я пошла за новым цветком именно таким же это женское счастье в народе называется не знаю как называется он в других книгах не знаю и в общем не нашла я его а потом думаю так у меня там один листик в горшочке он еще почти что живой я его сняли сняла с горшка землю до удалила взяла другую землю и поставила его в этот самый в стаканчик с водой он мне пустил вот такие вот корешочки и воздушные и белые такие в воду вот и я его посадила и ну года еще не прошло буквально не знаю месяцев семь наверное восемь это было назад и вот он уже превратился вот в такую роскошную красоту я его люблю он вьется пусть себе растет на здоровье так что я спасла сегодня цветок слава богу что у меня это была подставочка она очень удачно сюда подошла прямо вот эти вот загогулинки туда листики я все позаправляла и так она хорошо короче мы с урожаем и оживили цветок на этом ребятки все будем сейчас наверно отдыхать потому что что-то и рук и ног нема в нас попадали короче и лежим отдыхаем все пока пока до завтра всегда с вами витя лена и степашка из пах хорошей погодой в доме пока пока пока